Будущая актриса Попова Варвара Александровна появилась на свет в декабре 1899 года, 17 числа в российском городе Самара. С ранних лет Варвара стала проявлять свой актерский талант, ей легко давались различные импровизации. Она без проблем могла притвориться кем-то другим. Детство будущей актрисы выпала на смутный период в истории России. Одна революция сменяла другую, менялось правительство и настроение общества. Все это сильно отразилось на будущем Варвары. Она не получила должного образования, очень плохо знала грамоту и с трудом могла писать и читать. Однажды ее заметил знаменитый режиссер Евгений Вахтангов. Он пригласил талантливую актрису в свою студию на учебу. Дебютной работой актрисы стал короткометражный и немой фильм «Его призыв», где Попова исполнила роль девушки по имени Катя Сушкова. В том же году она снялась в фильме Михаила Долера «Кирпичики». В следующем году ее киноактив пополнился двумя фильмами «Случай на мельнице» и «Эх, яблочко, куда ты кутишься». В 1927 году вышел фильм «Жена». Вторым дебютом стала работа в фильме «Течет река Волга», где Попова исполнила роль сестры главного героя. Позже еще было несколько работ, но наиболее серьезными и известными являются роли в фильмах «Морозка», «20 лет спустя» и «Братья Карамазовы». Последней работой в кино стала роль в фильме «У меня есть лев». Знаменитая актриса вела очень скрытый, почти затворнический образ жизни и мало кто может сказать, что знал ее хорошо. После того, как она оставила театр, а позже и кино, о ней вообще никто ничего не слышал. Умерла Попова в возрасте 88 лет в 1988 году. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, не забудьте подписаться на канал. Всем хорошего дня!